Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать в новую игрушку на канале под названием Туник. Как всегда, ребят, перед началом самого прохождения у нас будет небольшая вводная по игре, собственно. Это, во-первых, то, что игра у нас вышла буквально там 20 небольших месяцев назад, 16 марта 2022 года. В Стиме она, ребят, если что, стоит 515 рублей, если кому-то нужно. Но в России, соответственно, сейчас проблемы с оплатой. Но по-прежнему до сих пор можно пока оплатить со счета самого Стима, а на Стимовский счет закинуть через Киеве в Танге. Это достаточно трудно делается, можете почитать в интернете, собственно, самостоятельно. Эта игрушка, ребят, у нас про какого-то такого рыжего лисенка. Не про Ти Джоя, если что, то я уже предвкушаю такие комментарии под видосиком. Она, вроде как, в жанрах написано «Исследование», «Головоломки» с элементами пазлов, я так понимаю. Сложная и милая. Обожаю вот это сочетание, сложная и при этом милая такая игра. Она очень приятно выглядит по стилистике, в принципе. Я думаю, что, скорее всего, ближайшая к ней на канале это «Хоп» и «Дверь смерти». Хотя, опять же, я не знаю, просто так предполагаю. Кроме у меня по картинкам она вызвала примерно такое ощущение. Вряд ли эта игра будет много кому интересна на канале, но иногда хочется что-то такое, знаете, прям милое, уютное, приятное и ламповое. Ламповое, точнее. Само собой, ребят, что я хочу еще сказать обязательно, это без спойлеров, бекситов, комментариев и советов, в том числе по игре, потому что если мне что-то надо будет, я прямым текстом это скажу. А так, тем более, что эта игра на прохождении у нас, ребят, то все постепенно, что нужно, игра сама мне будет это рассказывать тогда, когда это будет нужно, собственно. Пускай будет все так. Единственное, ребят, что хочу сразу спросить, как насчет того, что как по звуку вообще нормально ли, если что-то нужно сделать громче или тише, то можете писать об этом, конечно же. По графике, ребят, я не знаю, может быть здесь что-то надо яркость повысить или что-то такое еще. Есть какие-то настройки, которые приветствуются зрителями этой игры, можете писать тоже в комментариях. Частота одновременно, я думаю, что нет смысла ставить больше вроде как. Сглаживание, вот у меня вот это вызывает вопрос, потому что сглаживание во многих играх бывает оно выглядит очень неприятно. Я не знаю, как здесь, ребят, я пока что, допустим, включу по умолчанию, оно было так. И специальной возможности, ребят, я уменьшил дрожание экрана, включил. Вот это вот, было вот так, соответственно. Потому что я так понимаю, что это скриншейк, а скриншейк это очень-очень больно для глаз. Играю я на геймпаде, наверное, буду, я не знаю, на клавиатуре, я здесь запутался с управлением, честно говоря, как-то тут то ли две руки на клавиатуре должен, то ли что-то такое еще. Давайте начинать, посмотрим, что у нас к чему. Такие очень человек такой был музыка, была у нас в менюшечке. Ай, какая красота. Просто красота. Уйти, какой вкусенький вообще. Так, это наш, в общем-то, наш главный герой. Я так понимаю, что слева снизу нам написано, кид две полоски, не знаю, что это такое. Покажется, возможно, что здоровье и энергия какая-то, что такое еще. Такой милый лисенок на побережье очнулся. В воду нельзя. А, нет, чуть-чуть можно. А-а-а. Блин, слушайте, я знаю, что хочу сделать сейчас, ребят, сразу же. Вот так, наверное, сделаю. Пока что. Может, потом в программе еще поредактирую себе. Очень-очень такие релаксовые прямо звуки, прямо такой чил. И вот знаете, вот мне лично такая стилистика, я немножко, конечно, не знаю, сейчас пойду, да? Здесь такие прям скошенные, казалось бы, кустики, такие плоские. Но черт меня возьми, почему они так уютно выглядят вообще? Игра должна быть сложная, при этом, знаешь, такое сочетание, как бы она такая милая, и при этом сложная. Но, скорее всего, именно для широкой аудитории, я не думаю, что у меня какие-то прям проблемы доставят в прохождении. Какой-то то резонность, или для телепорта, то ли что-то еще в таком духе. Так, я вижу, что есть. Ага, у меня шкала выносливости есть. Знаете, что еще, ребята, чувствую, что на геймпатии есть... А-а-а, как его... Вибрация. Я, наверное, вот это вот, как раз-таки, я отключу. Потому что мне он только доставляет дискомфорт. Так, какая-то почтовая штучка. Игра есть на русском, если что, да. Но у меня на русском, собственно, там настройки я поставил себе. Но тут все равно что-то непонятное такое было пока что. У меня пока ничего нет в инвентаре, только... А, вот смотрите-ка. Я могу как-то выбирать цели, судя по всему, что ли. Можно поставить какую-то менюшку. А, справа сверху, смотрите, у меня три какие-то кнопки есть, да, на которые я могу поставить разные обилки. Смогу потом в будущем поставить оружие. Почему все на каком-то китайском? Если честно, я пока не особо понимаю. Надо сказать, ребят, что в принципе список языков, так я смотрю, достаточно широкий в принципе. Так, прилично тут, не знаю, десятка два, наверное. Я так понимаю, что, ребят, наверное, это сейчас пока что временно у нас-то не китайский никакой, а другие символы какие-то. Скорее, какой-то шифр игровой, который сейчас нам просто не открыт, соответственно. Ладно, давайте зайдем, вот, допустим, сюда платочку какую-то, не знаю. Мы разбивать пока ничего не можем в сундук. Здесь, наверное, появится аж первое оружие, я думаю. Палочка, это палка дали ачивку, соответственно. Неизвестно, что написано. Я думаю, что это специально, скорее всего. Так, мне пишут LB нажать. Я могу себе... А, вот, я поставил себе это. Допустим. Оп, теперь можем вот так вот ломать. Собираем всякие штучки. Блин, я не знаю, мне знаете, какую игру это внезапно напомнило? Вы вообще не угадаете? Потому что я сам эту игру видел буквально один видос по ней. Как там называется? Химну The Silent Melody. Она достаточно непопулярная. Неизвестная такая, она еще в раннем доступе, еще правда. В сентябре вышла. И там очень такой прям человый, приятный был звук тоже. А, красота какая. Так, здесь все будет. А, нет, смотри-ка, могила героя. Право. Я не знаю, это какая-то метроидване или нет. Я понимаю, что это игра на прохождение. Здесь нужно какой-то то ли ключ, то ли что-то в таком духе. Сюда, судя по всему, пока не можем упасть. Кстати, у меня карт нет? Ну, какой-нибудь. У меня карты вроде бы нет. Может, потом появится в дальнейшем. Пока мы просто какой-то палочкой бьем всяких блябьев слизней. Не знаю, сразу я могу сказать, что действительно звуковое сопровождение. Прямо... Прямо ласкает уши просто. Иногда хочется какие-то такого рода игры тоже попроходить. Блин, я обалдею все стилистики. Действительно, что такое? Ближе всего хоп, наверное, и двери смерти. Я бы сказал, что... Пока-пока что по боевке, по темпу такому, напоминает больше дверь смерти, наверное. Я надеюсь, что не особо сейчас слышно, ребят, но я сейчас немножко прибавивший. Поэтому у меня голос может немножко быть... Скажется, скажем так. Так, а здоровье у меня, кстати, я сама не восстанавливается. У меня здесь есть механика выносливости. Там, по-моему, причем в настройках, в особых возможностях ее можно отключить, если кому-то сложно с этим справляться. Ммм, информативно, город. Судя по всему, мы не знаем еще этого языка полноценно как-то, поэтому... У нас все так отображается. Сможем как-то бегать, нет? Возможно, как-то камеру так поднимать немножечко. Бега у меня пока никого нет. Так, это, наверное, похиляет меня, да? Нет? Может, нет? Да, это костер, который меня лечит. Скорее всего, он мне сделал здесь точку сейва. Такая, собственно, классика. Своего рода. А, смотрите-ка. Понятно. После того, как мы использовали это, у нас восстанавливаются враги. Так, какой-то ключ был. Окей. Я надеюсь, что все корректно, что... Что все так и должно отображаться. Подзорная труба. Смотрите, мы видим там как раз-таки еще такую кнопочку. Возможно, что это будет как раз-таки активация телепорта. Мы сможем назад телепортироваться. Там много мовов. Получается так, что мы, во-первых, если мы из мовов получаем какой-то ресурс, то он у нас, по сути, бесконечный. Потому что мы можем мовов респаунить по новой. Так, у нас здесь проход обратно. Видишь, что какая-то штучка собирается. Сюда мы пока не можем попасть, да? Это не бьется никак. Окей, ладно, понял. Значит, сюда чуть-чуть попозже вернемся еще. Так, а просто то, что нам сейчас вперед идти надо будет? Или... Использовать этот ключ где-то здесь рядышком? Давайте попробуем назад чуть-чуть пройти. Я так понимаю, что игра, наверное, будет какая-то и сюжетом в том числе. С таким мягким повествованием попутно. Черт, какие же просто вот звуки хочется, знаете. Просто играть, аж ничего не говорить даже, возможно. Ага, вот это как раз-таки от этой двери. Отлично. Я не знаю, сколько большая игра. Скорее всего, она в серии, наверное, в пределах 10-15 будет, наверное, я предполагаю. Будет видно. Окей, начало пути. В дальних краях есть сокровище, что было навеки сокрыто от мира. Говорят, с ним можно победить саму смерть. Это мы, судя по всему, за ним и идем, да? Сейчас в первую очередь. Показывается картинка, точка нашего лисенка, как он читает этот пергамент бумаги. Просто пергамент. Как позвонить в восточный колокол? Восточный лес, могила героя, капитан стражи. Как позвонить в западный колокол? Старый дом, затопленный колодец, темная гробница, западный санкок, страница 27, что там пишется. Так, это мы можем... Ага. Это, смотрите, мы нашли бумажку, у которой есть как раз-таки две страны, в которой объясняется экран игры. Готовое снаряжение справа сверху, да, да, волшебное зелье. Ага, значит, у нас есть хилки еще могут быть. Просмотр фокусировки. Очки выносливости есть. Пишется важный краски про них. Когда я устаю, удар становится больнее. Когда я устаю, удар становится больнее. То есть он на... На нуле выносливости он больнее бьет, но при этом не сможет перекатываться, да? Фига, внезапно. Очки магии еще будут в том числе. Добыча сокровища есть. А пока что, видите, вот эта штучка, которая желтенькая, пока мне про нее не пишется, что это такое. Еще тут предстоит узнать. Прикольно так постепенно начинаю познавать. Так, ну, я не знаю, если я туда пошел или нет. Возможно, что... Мне кажется, что туда, скорее всего, да. А там, где был костер, можно было пойти дальше. Туда пойдем еще попозже. Так, тут сундук кто-то до меня открыл. Я вроде бы в соло играю. Какого хрена? Я думал, все сундуки будут моими. Так, ну, тут вроде как упасть нельзя. Здесь какая-то дверь такая. Возможно, что она ведь так светится. Явно с ней можно будет взаимодействовать. Скорее всего, будет какая-то либо обилка, либо что-то такое еще. Кстати, лестница вот здесь. Которая позволит мне туда попасть. Возможно, что вот эти кубические... Не знаю, как это назвать. Кубические кустики можно будет потом как-то либо сжигать. Потому что я тут смотрю, уже несколько есть мест, в которых они мне мешают пройтись. И вот буквально прям напрашивать, чтобы была какая-то обилка, которая позволит их устранять. Ну, либо проходить сквозь них. Водопадик такой. Блин, такая простая царь стилистика. Ну, на черт меня возьми. Почему она настолько ломповее ощущается, чем какая-то, знаете, такая прям ультра-ультра реалистичная? По крайней мере, у меня так. Можно нажать ЛТ, и тогда у меня будет... Цель за захват создается такой, поэтому можно, получается, играть таким образом без мышки, да. Я думал, что здесь мышка просто нужна будет. Походу нет. Какие-то монетки собираем. Не знаю, потом узнаем, для чего они нам нужны. Какой-то синий самоцвет был. А, наверное, это просто более большая стоимость монет. Ну, короче, там пять штук сразу их было. Так, стоп. Здесь какая-то есть надпись. Ммм, информативно. Да уж. Сколько-то времени еще пройдет. Возможно, что мы потом, не знаю, будем ли возвращаться обратно, чтобы прочитать это все. Мне как раз подсказывает ЛТ, чтобы захват взять цель. Так, сюда. Восточный лес. Пока совершенно непонятно, что делать. Восточное колоколье. Ага. Сходим. Причем, кстати, смотрите, на мои удары не тратится выносливость. И при этом, пока я атакую, выносливость не восстанавливается. То есть, вот я, допустим, перекатился. Я луплю. Выносливость не восстанавливается. Если я потрачу до конца, буду бить. Я должен бить сильнее, да, типа? Вот у меня на нуле она сейчас выносливость. У меня перс, видишь, так? Как капли пота с него, вот такие, будто, соскакивают. А, и вместо, вместо прыжка он делает такой, не знаю, небольшой попытку сделать прыжок, зачем вместо переката. Окей. Так, еще одна бумажка. Окей. А, геймпадовское управление, судя по всему, да? Блин, как забавно это все так стилизованно. Знаете, тебе вроде как дается, как, не знаю, вырезки, сказки какой-то, или что-то такое, в таком духе, что ли. Дается вроде информация такая, но ты ее до конца не можешь разобрать еще. Но наглядно у тебя представление примерно складывается. Даже несмотря на то, что ты текста не понимаешь. Там склянка с хилом на РБ, РТ у нас щит какой-то будет еще. Окей, понял. Стой, стой. Оп, блин, погодите. А у кого стоит здесь, да? Вот я же могу перевернуть еще. Точно, я забыл про это. У нас есть указатели, у нас есть перекаты. Зажми для того, чтобы... Ага, смотрите-ка. Можно зажать перекат. Не особо понял. Что делать? Зажатие переката. Ааа, я могу бегать. После того, как я сделал перекат, я могу начать бежать, если я зажимаю клавишу. А так просто начать бежать я не могу? Походу, только после переката, да? Ну окей, это, по крайней мере, хорошо. Можно будет бегать сразу же. Будет быстрее у нас исследование проходить. Здесь прям вообще такая тишина, знаете, в этой колокольне. Какая-то статуя сверху. Не знаю, мы оглушаем как-то врагов или нет. Прям вообще такое затишье. Специально, знаете, такое создает определенное впечатление. Ай, упал немножечко. И тут лестница отвалилась. Опять сундук разоренный. О, кстати, костер. Я так, что сейчас пока желаю, наверное, на них на все нажимать, хиляться и сохраняться. Потом будет видно. Восточный лес. Мы как раз добрались до него через эту колокольню. Причем наверх я не забрал. Скорее всего, мы по этому восточному лесу обойдем на колокольню и заберемся с другой стороны. У меня впечатление такое. Тут такие мобы, что мне даже немножечко... Скилл АП. Мне даже немножечко и жалко бить. Хотя они, блин, так-то... Звездерей мне сами надавать мне против. Какой-то колодец. Не знаю, ничего не могу с ним сделать. Блин, ночь на дверь смерти похожа. Знаете, таким, в принципе... Такие ощущения... От боевой составляющей. Ну и, в принципе, такого классического стиля. Мне такое нравится, по крайней мере. Это, знаете, такая игра, в которую вот приятно прямо посетить мне или посмотреть видосик попутно с кружечкой чая так вечерком в выходной день, например. Так, тут у нас что? Сторожевой пост 1. Много мобов. Давайте попробуем потратить всю выносливость, кстати говоря. Не особо я понял пока что по урону, но вот типа три удара мне по-прежнему нужно, чтобы их снести. Так. Обычно, наоборот, когда у персонажа нет выносливости, он ничего не может сделать. Здесь ты, наоборот, у тебя получается... У тебя урезается функционал, но при этом повышается урон. Теперь с опасным издыханием тратить все силы. Я не знаю, как это интерпретировать. Так, здесь есть сундук, но... Я тут смотрю, много мест есть таких, до которых я сразу же не могу достать. Это все будет решаться постепенно. Восточный лес. Ах ты, падла. Пока у меня не очень много возможностей, чтобы, знаете, как-то себя так гибко ощущать во время боя. Поэтому с большой вероятностью мы скоро помрем. С таким успехом. Я прямо чувствую. Так, сундук с чем? Опа, а вот это мне пригодится прямо сейчас, мне кажется. Интересно, а оно у нас как-то восстанавливаться будет за... Кстати, здесь можно спуститься? Нельзя, серьезно? Тут прямо напрашивается, чтобы спуститься. Бухнем. Оно, кстати, не целиком восстановило. Половину только. Примерно. Тут тоже не достать. Хотя бы удобно, что я не падаю со скалы сразу же, знаете. А то я так буду сейчас проверять каждую скалу. Типа, где я могу сойти, где нет. И везде падал бы сразу же. Будет ли у меня эта фляга восстанавливаться тогда, когда я отдыхаю на костре? Вот в чем вопрос, что у меня сразу в голову приходит. Так, ну тут, судя по всему, ничего пока больше не сделалось. Мы просто себе получили флягу. Я надеюсь, что это не расходник, что это, ну, собственно, да, которая фляга... А, стоп, а может быть, ее надо в колодце пополнять? Нет, не в колодце. Ладно, понял. Так, ну что? Могила героя. И костер. Как раз таки рядышком. Отлично. Так, снизу сундук. Надо как-то до него еще добраться будет тоже. А, ну здесь, в принципе. Я думал, сейчас вход какой-то дорогой будет. Какой-то фруктик, не знаю. Выглядит симпатично. Вот меня еще, знаешь, что напомнило это? Как выглядели фрукты в Пакмане втором. Пакман World 2, по-моему, назывался он. Такая очень тоже приятная игрушка была. Очень сочно там всегда ты эти фруктики эти выглядел, ты как-то подбирал. Каждый раз такой кайф был. Фокус на цели при помощи клавиши LT. А, фокусировка плюс уклонение и фокусировка плюс блок есть. Окей. Ой, можно приблизиться вот так. Можно так. А, мы постепенно, смотрите, мы постепенно книжечку вот такую составляем себе и перелистываем. Блин, как это визуализировано офигительно просто. Мне нравится. Выносливости очков постижения. Причем, мне кажется, специально такой перевод сделал, знаете, типа не очки здоровья, а здоровье очки. Выносливости очки. Выносливости очков постижения. Не знаю. Момент безопасности. Неуязимость. Ага, смотрите. На первой части нашего переката у нас есть неуязимость, оказывается. Пыль покажет. А, пока пыль есть вот такая, которая создается, вот тогда у нас неуязимость. Когда мы уже заканчиваем перекат, неуязимости нет. Устойчивость. Отлетаешь, сбит с ног. Устойчивость. Атаковать можно и без выносливости. А устойчивость, это какая-то третья шкала, не знаю, или это здоровье краски. Нет, вроде как здоровье. 25% фузе. А, может быть... Может это антимаршот защиты, типа местная, я не знаю. Типа меня хп зафиксируется на 25%, условно говоря. Хотя у меня там шкала сейчас, видите, такие два кусочка есть. Может это считается могилой героя, как раз. Так, ну у меня что-то еще здесь есть. Тут выглядит явно как такой не основной маршрут, поэтому я сюда зайду. Мне кажется, зажатка-секретка. Путь в могиле героя. Какой-то большой блёбик. Отлично. Все монетки собираются автоматически притягиваться к персонажу, что тоже очень удобно. Пока приятно ощущается игрушка. Больше скорее милая, да. Я думаю, что ты умирать здесь в любом случае будешь. Знаете, как в двери смерти тоже там как бы проходишь. Игра нетрудная. Но ты там в любом случае будешь помирать, потому что у тебя здоровье там ограничено. Саша, такого немного. Все такое. Мне кажется, что-то вот в таком духе будет. Ну хорош, убей его. Так, еще один такой же. Отбегай. Есть. Хорошо. Надо чаще перекатом пользоваться. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это что-то большое. Так, он делает тупо один удар, да? Окей. Просто аккуратненько за носу с земной, мне ее хватает пока что. Уходим. Вообще, посмотрим. Серьезно, под мобом там была какая-то еще одна шкала, мне показалось. Не уверен, сейчас надо присмотреться. Может быть, у мобов тоже есть какой-то показатель выносливости или какой-то устойчивости. Или еще чего. Ага, видите, здесь опять же такие же густы. Блин, ну... Я такое на самом деле не люблю, потому что тебе приходится потом возвращаться, скажем так, если ты хочешь идеально все поисследовать, тебе приходится возвращаться в те места, в которых ты уже был. Запоминать где-то, что было. И туда-сюда так можно просто замотаться. Ага, там какой-то... А-а-а, я, кажется, понял. Скорее всего, мечом мы сможем срезать кусты, точно. Так, это как? Надо поднять. Мечом, скорее всего, как раз таки мы сможем их срезать. Так, вот. Ага, здесь, да, видите, специально показаны. Рядышком эти есть кустики, чтобы практиковаться еще если... Что? Меч как раз гидали ачивку. И теперь он у нас... ...есть здесь, на клавишу, допустим, эту. Так, это я не то? Да, да, именно так, как я и предположил. Блин, они так за ванной срезаются. Срезаются такие, знаете, как желейка такая болтается. Эти кустики-кустики тоже можно резать спокойно. Окей, хорошо. В целом понятно. Так, ну теперь давайте тогда сюда. Чем меня еще с ним удивит? У меня все время, знаете, так в сердце екает немножечко, когда я вижу, что целый к чему не так падает куда-то в пропасть, но потом они возвращаются. Здесь, знаешь, в такой игре не хочется прям так импульсивно как-то комментировать. Хочется просто максимально спокойно и челова. И, кстати, сейчас мы, по-моему, сможем как раз... ...пройти где-то здесь еще. Блин, ну там где-то же были уже места, где я мог... ...где мне эти кустики были нужны. Кустики надо было срезать. Упс. Кстати, а что насчет меча по урону? О, нифига себе, у него урона гораздо больше. Я сначала думал, что у нас здесь будут способности типа так, что мы находим... ...находим способности, а мы как бы нашли оружие, которое явно мощнее, чем моя палка намного прямо. Я та палка, наверное, сейчас не буду использовать вообще, я не знаю. Если в ней какой-то прям такой принципиальный способ. Сторожевой пост 2. Как раз сюда мы можем попасть только после того, как получили меч, получается. Так, какая-то то ли бомбочка, то ли что-то в таком духе. А, вот, смотрите, кстати, смотрите, здесь как раз таки... ...можем поставить себе эти расходники сюда. Есть ягода, есть две бомбы. Еще есть какие-то 0 из 3, какая-то есть валюта. То есть это три наших основных действия. И мы можем там держать как оружие, так и всякие расходники. Давайте, наверное, пока что я расходник, это все-таки, наверное, не буду тратить, я не знаю, мне кажется, что... ...ну, типа, мало ли, я не знаю, его ценности. Учитывая, что я могу пройти здесь и без расходника спокойно... ...то я предпочел бы, наверное, его сохранить на будущее, на всякий случай. Хуже уж так точно не будет. Все, у меня вся проблема такая с расходником, потому что я всю игру их экономлю. В итоге так и не использую. Так, тут что-то... О, панки. Это секрет, как кажется. Да. Отлично. Тут будет много всяких таких секретов. Само собой, ребят, я буду многие из них случайно не замечать. Ну, может быть, если что-то из них будет такое важное, знаете, то я буду за этим возвращаться. Если это просто что-то такое по мелочи, то будет обстоятельство смотреть, будем. Нижний лес. Пока что я в карте вообще не ориентируюсь, что есть к чему. Опаньки. Я случайно выпил банку. Ну, в принципе, это даже неплохо мне. Так, это что такое? Какой-то крюк. А, я так понимаю, что она у меня будет способность, которая позволит мне... ...по крюкам этим перебираться. Знаешь, что я сделал сейчас? Я вот это поставлю себе меч вот так. Так мне будет удобнее, я думаю. Так, ЛТ. А, окей. Я думал, что мне их, может быть, не надо, а то они там что-то какие-то... Что-то смотрят, залипли немножечко. Я думал, может быть, они не враги мне. Отлично. Так, на что они глазели здесь? Просто стояли мы почти их вынесли. Какой-то кровожадный лесенок у меня получается. Немножечко. Это, кажется, ловушка была, да? Так, какие-то две петарды или что-то в таком духе. Ого-го-го. Нихрена себе, кстати, они... Держите. Нифига себе. Вау. О, тихо, тихо, загорелся, загорелся. Как тушиться? Офигеть, тут есть статус огня, тут есть, получается, и горение и так далее. Нифига расходник мощный. Ну, мне кажется, я, по крайней мере, более-менее уместно его использовал, хотя все равно жалко. Так, вопрос, а как сюда спуститься? Не отсюда ли? Нет. Там, кстати, монета, по-моему, есть. Ммм. Пока не совсем понятно. Я вижу сундук, но я не могу на него достать. Ладно, давайте пока не будем зацикливаться так жестко на одном месте. Может, мы сейчас его физически не можем получить. Карта такая, знаете... Интересно, будет ли здесь это так обыграно красиво, как это было в ХОП? Потому что там структура локаций, она просто была нереальной, как отдельный вид искусства. Опять восточный вес. А, стоп, мы отсюда вернулись? А я мог так ранее попасть? Интересненько, конечно. Я вообще этого не заметил. В принципе, на это и рассчитано. Так, ну я не был еще, по-моему, на этой лестнице, если не ошибаюсь. А, кстати, стоп. Давайте тогда, наверное, сохранимся здесь. Почему бы и нет? Забавно такой эффект еще, знаете как? Такое ощущение, что мы как будто бы ночуем около костра, а потом у нас светает как раз. Отходи. Не знаю, пока есть какое-то прерывание атаки врага или нет, нашими ударами оглушения. Но, мов, есть четкая, по крайней мере, такая анимация перед ударом, на которую можно как раз-таки ориентироваться, среагировать. Так, до него мы пока не достанем отсюда, да, ведь? Да, это надо как-то в обход идти. Я совсем не уверен, куда мне нужно двигаться. Это, знаете, вот по повествованию, пока что оно мне создает впечатление, как у гиперлайт-дрифтера примерно схожая. Нам тоже было полное неразбериха, куда тебе еще делать вообще. Абсолютно такая немая по повествованию игра. Догадываться за сюжетом, там было крайне как сложно в этом плане. Отходим. Посмотрим, как здесь будет в дальнейшем. Потому что там в начале, я помню, где мы нашли еще ключик, были кустики как раз, которые мы могли покосить. Но туда мы явно должны пойти после того, как здесь уже позащищаем. Давайте тут уж до конца, скажем так, посетим. Может быть, не знаю, если где-то я буду утыкаться в тупики, я буду вырезать на моменты. Когда буду искать себе какие-то еще проходы. Тут прям, смотрите, тут прям... Запутано так в 3D, знаете. Действительно, напоминает вот эти подземелья из ХОП. Очень. По структуре. Сторожевой пост 1. Начался. А, это как раз мы с другой стороны пришли, кстати. Какая-то скорлупа, что ли, или что в таком духе. Это у нас... Это тоже какой-то расходник, судя по всему. Все время клавишку, как нажимать из них. Так, допустим, это наверх. Сейчас, наверное, лестницу создаст мне, да? Да, 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 именно так. Так, ну мне туда не надо, это, по сути, шорткат у нас. Блин, я... Я очень люблю, когда в таких играх прям пихают шорткатов прям уйму. Потому что, ну, это... Их много не бывает, это только в комфорт тебе. О, какой-то босяр капитан стражи. Я думаю, что у него принцип атаки прям такой же. Немножечко опаснее, ладно. Ух ты, блин. Ай, не успел. Нифига, он бьет, кстати. Больно достаточно. Но мы его добили. Отлично. Такая забавная, приятная, что ли, игра? Ну, ты в любом случае будешь в такой боевке получать урон регулярно. Это надо понимать. Так, куда мы пришли? Я думал, что мы придем сейчас наверх башни как раз-таки. Нет. Еще один пузырек. Это у нас будет их... О, у нас теперь два пузырька можно с собой таскать. Отлично, это вообще приятно. Так, а здесь куда-то наверх. Это краски, скорее всего, мы к краске башни придем, да? Сейчас, в общем-то, в моей палочке смут особо я не вижу. Потому что мы и кувшины можем ломать спокойно мечом. Стоп. Опти. Не, ничего нет, вроде бы. Немножечко темновато, может быть, ребят. Если надо где-то яркость включить, поддобавить ее. Типа, до скольки там ее можно? До пяти, да, максимум? Ну, вот так оно как-то выглядит... Слишком много такого, знаете, я не знаю, как это сказать. Что-что-что-то не то, короче говоря. По-моему, вот так выглядит гораздо более колоритно. Гораздо более уютно. Наверное, все-таки без повышения яркости стоит играть. Я просто сейчас сам не знаю, как это на ютубе будет выглядеть. Потому что на ютубе оно, когда заливаешь, это все немножечко затемняется, скажем так. Поэтому немного отличается то, что вижу я. То, что видно потом в видосе. Так, мы краски переходим с другой стороны, так говоря, да? Да, именно так. Восточная колокольня. Позвоните, ударите колокол, давай, ок. В смысле? А как это? Окей, вот так. Динь, дали ачивку мне. Ай, как красиво, слушайте, это просто... Просто чертовски красивая штука. Кстати, здесь какая-то лестница есть. Какая-то сумма в пол. Так, а как мне назад вернуться? Лестники тут нет. Я так понимаю, что мы сейчас, смотрите, мы, судя по всему, у нас было два... А у нас, скорее всего, мы как, идем вперед? У нас там будет какая-то дверь. Чтобы ее открыть, нам надо позвонить в колоколы. Скорее всего, там есть, это раз у нас был восточный колокол, скорее всего, есть западный. Ну, у меня такое предложение. Сначала мы должны по ним постучать. И тогда у нас откроется, как раз таки, центральный проход. А пока у нас идет такое, знаете, вступление обучения, в котором мы, как раз таки, получаем основные какие-то наши навыки. Не знаю, может быть, где-то я упустил. Где я мог спуститься еще, помимо вот этого места. Ух, ни хрена, ребята, вас тут. Но сейчас мечом их, конечно, просто очень быстро уничтожаем. Так, ну давайте тогда теперь возвращаться все-таки назад тогда. Прям останавливаться и уничтожать моб, в которых я уже, в принципе, вынес. Наверное, я особо не буду даже. Так по возможности, скажем так. Я хочу просто еще. Нет, все-таки... Давайте я на побухаю. Северя, когда я пью... Ну, в смысле, флягу, банку, да. Я могу идти спокойно. Ничего не мешает, я не останавливаюсь. Это очень удобно, потому что во время битвы с боссом... Могут быть из-за этого проблемы. Кстати говоря, я здесь так-то ляпнулся, и вернуться я таким образом не могу уже. Я про это забыл. Так, значит, нам надо искать какой-то путь в охот. Где-то... Где нам поможет пройти наш меч. Например, кстати, здесь что-то любопытное. Опаньки. Хорош. Вообще так забрел далеко и нашел сундук. Северя, моб тебя преследует, Сашин Та, тоже так долго я смотрю. Не отстает. Так, подзорная труба. Можно осмотреть здесь как раз-таки. Стой, подожди, подожди. Я хочу еще посмотреть. Так. Там справа какой-то есть здоровяк тоже. К нему как попасть, пока непонятно. Что еще есть такое, что я не зачистил? Не знаю, честно говоря. Давай, пока что погнали туда тогда. Ух ты. Я... Я случайно нажал на кнопку, что ли? Я даже не осознал. Я руку с геймпада убирал просто. Окей. Куда-то там экономил эту гранату, чтобы, знаете, как-то грамотно применить. В итоге она просто у меня... А, стоп, я пришел туда же. В итоге она... А, нет, тут не туда же. Это вы посмотрите, какие здесь закоулки есть. Вообще не очевидные. А вот здесь можно вот сюда пойти, например. Охренеть. Ну и раз, как здесь играет свет вообще. Тени. Нижний лес. А, здесь же пауки были, точно. Вот здесь я был. А, да, да, я здесь был, точно. Надо поискать место, в котором у меня есть, что скосить сам листву где-нибудь. Или здесь я не был. Что такого места, я не помню. Допустим. Нет, все-таки был просто... А, я пришел с другой стороны. Точно. И это мы теперь отсюда появились. Здесь, по-моему, находили тоже какую-то... Даже мне сейчас пройти не надо. Опаньки, опаньки. Вот здесь я такой проход увидел, такой думаю, а может быть сюда? Да, так и надо. Так, ну тут сейчас будет... Давайте пытаемся сразу одну вынести. Кстати говоря, это щитовик какой-то. Я не хочу, чтобы он щитом своим пользовался, если честно. С щитовиками всегда бывают очень большие проблемы. Ну хватит. На ходу. Есть. Да вынеси его. Есть, хорош. Так, остается только большой. Фига себе. Ох, нихрена он лупит. Ну что, по-моему, кто-то сейчас киснет просто туз. Так. Прицелы его взяли. Офигеть. Он меня затыкал. А, из меня деньги высыпаются, когда я умираю. А не вернутся, если я заберу свой труд... Заберу свой... Заберу свое тело, я скажу так. Куда я попал? Офигеть. У меня душа... Как будто ушла. Я летать буду, или что? Да, я летать буду. Нифига, как и здесь смерть визуализирована. Наши нас возвращают к жизни. К последнему. А, это как раз-таки та самая статуя ведь. Точно. Что это сейчас было? У меня вот такие как раз-таки вопросы меня терзают. Та самая статуя, которой мы поклоняемся сейчас, она как раз-таки... И показывают это все так, что мы возвращаемся. Объясняется этим, получается как-то. Так, я хочу обратно к ней вернуться. Тот очень противный, у него быстрые атаки. Давайте, я вот здесь, наверное, сохранимся, и будет поближе. Быстрые атаки, больно бьет. А, вон, смерть, моя душа. Как раз. Так, надо постараться сейчас вообще не отхватать лишнее. Тихо. Есть, хорош. Так, как мне душу забрать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично, окей. У меня просто сразу такая мысль появилась, знаете, как в Энтерзе Ганшне тоже такая штучка была. Задавайте себе вот эту петарду под каким-нибудь, да? Там был предмет, который надо было тебе свою душу забрать. Почему-то мне сразу-то в голову пришло. Если я понимаю, что это оригинал мне оттуда пошел? О, нифига, стоп. мы щит выбили охренеть сколько бьет то нафиг долбанутое существо просто нифига сегодня дамага конечно ты как как родился вообще могу через текстуру ходят еще такое серьезно насколько сильно хочет меня убить он он залез на текстура потому что еще ляпнется а нет он там нет залезть он мог сюда да это ладно кстати говоря мы так достать можно здесь нет такой какой-то условно невидимой стены так мне сейчас охраняться нельзя иначе я иначе менять и моба обратно резнуться вообще их можно было получается не трогать это какой-то был или ныму прямо путь могиле героя так этому краски здесь по верху будем слушать и серьезно вы посмотрите вот я пришел к этой секретке с другой стороны так еще бомбочки хорош спасибо наверно всякие-то расходники надеюсь что мне будет давать достаточно чтоб я ему мог пользоваться адекватно все говоря походу внизу было тоже секрет когда где-то как-то возможно что вот тут любопытненько так вот допустим я сюда пришел раз я думал что здесь это проход должен быть рядышком хотя может не факт отсюда может нет брось тоже не подходит а как он внуку пройти интересного об стоп а в смысле так так и надо было серьезно почему это сначала не против против не получилось против меня так какую-то нашли плюшевую не знаю игрушку или что в таком духе у меня программе такая ассоциация я писали предмет не могу почитать да все-таки проход был здесь где изначально предположил но как-то у меня сразу не получилось что против что ли жопа пожал банками цвета меньше надо банки хавать так но тогда остается вопрос открытым куда мне сейчас идти как мне точнее вернуться назад кстати говоря вот там внизу по мне тоже не был где-то в любит находится да и вот здесь тоже ну что действительно такими вот пейзажами ну прям очень хоп напоминает уж извините меня что я часто упоминаю но такая очень уж приятная была игра в свое время сюда можно спуститься но тут я кажется был по моему да так это тоже был так и паук засаде сидит но сюда я не проходил я только да не ребят ну да не надо ко мне сюда идти я же умирать буду значит ребят держите вот так что по пауки пока что страшно они прыгают их много хотя они не так уж агрессивно действий к ним если на них чисто идти самому то они как-то отходят даже весь панкут есть чуть нет не не видно я должна быть о кстати а там какой-то серебряный сундук смотрите или какая-то такая штучка интересная то есть там явно секретка ну как туда забраться пока но здесь этот крюк есть какой-то видите это на него я должен на него я должен спуститься наоборот может я должен где-то сверху вообще зацепить за этот крюк и по дороге упасть сюда я не знаю но скорее что надо будет потом мне сделать пока что ребят не прописать не надо я думаю что это потом все станет на свои места постепенно кстати а здесь все-таки есть вот это место секретной краски я блин я догадываюсь за секретки но в итоге получается что у нее ты тыкаю скоряво не прохожу все-таки здесь был проход да так это у нас просто какая-то особо монетка судя по всему да да какая-то особо монетка не знаю может быть ее тоже можно как расходником кидо пользоваться стоп блин серьезно я такой думаю ну вот логичнее всего же здесь именно сделать шаркат обратно пришел это место должен обратно вернуться спокойно свое правда не могу сказать что зато мы там побродили нашли еще сундуки то есть ничего страшного да я понимаю что комментарий сразу негодовали на счет того что тип вон же там есть это самая веревка я как-то не обратила ни внимания так мы хорошо мы теперь салу снова такого то есть на начале как же я кайфу из этих просто звуков так что это мы теперь почитаем ух ни хрена себе это карта смотрите вон там справа восточный лес и чуть левее чуть выше него на крови находимся краски мы нарисованы вау какая здесь стилизованная карта прямо вот раз наверх горным вратам слева карастки стеколокольник западному саду проход есть старый дом какой-то фига тут прямо много всего я смотрю колодец темная гробница запретный путь запечатанный храм я так понимаю что нас типа так постепенно на разных локациях у нас разная карта будет мы будем постепенно так находить то есть тоже таким не неким комиксом что за что ли как это все так воссоздает все история под колодцем слюрмяк сгусток слизи который очень хочет дружить его можно оглушить блоком у меня блок нет подождите так это под колодцем да это это где а вот просто пизда калорий страница 29 по центру где-то это писта под ним получается да автопушка что-то защищает но что обойди по кругу использую щит совет щит на вход здесь есть карта этого места раз примерная окей у меня щита нет пока что но думаю скоро найдем его скорее всего лично в принципе так этот захват на самом деле сильно упрощает целом датчик не упрощает даже и плохом смысле добавляет комфорт но и не обязательно от него чисто играть так будет 4 темы явно 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 что то есть сразу мне это в глаз просто бросилась ходим вообще может быть лучше наши как раз таки всякие бомбочки оставлять на боссов например упрощать себе их таким образом расходниками лесная крепость так одессе на что пусть так я все это пошел или нет тут выглядит как полноценный такой маршрут хоть тут шорткат а блин как это прикольно выглядело так ну думаю сюда мне явно когда не надо сейчас раз там открыли куда-то дорогу еще давайте расходим у нас нет четко вот такого знаете кого-то прям пути я пошел в одну сторону пошел в другую как получится куда пускаю туда еду нашли еще хоть плюшевую игрушку такая вот уже как некая коллекция что это знаете как вот эти безделушки всякие были сувенирчики в двери смерти который потом у нас наполняли офис множество что-то подобное так это что тут будет всякий голом к нам кажется голом к так узнаете из разряда классических таких пазлов для таких игр свойственно принципе так есть костер но при этом он не горит померло его на зажечь и по всему до есть колодец он с водой нет так есть подзорная труба так это это существу там да если они будут против меня парики большие и многое смотрю мостик надо какой-то проложить а стоп а может быть я сейчас туда вообще не попаду отсюда не уверен так давайте попробую спуститься эти существа были похожи сейчас краски на таких которых которым мы поклоняемся у нас что они не враги будут вовсе натошка от страницы есть но там не достать здесь судьба все путь надо энергию провести что ли есть такие прямо сети когда что-то произойдет ну вот это мог полноценный но сейчас я эту энергию условную не могу запустить это надо вот отсюда как-то действовать скорее всего сюда мы с другой стороны просто же прийти были я возможно пошел сюда чуть раньше времени до заметив такой шорткатик не шорткатик а секретный проход вообще такое светится прямо красиво так сюда нам тоже не пройти тоже будьте позже ланта давайте вернемся на основную карту скорее всего щит мы получим где-то ну наверно во второй колокольни во второй основной локации такой условный так я даже не знаю честно ли куда хватит а допустим такая карт могу открывать как-нибудь на карте сыгря мои мои местоположение он обновляется постоянно окей понятно так здоровье есть но я потеряюсь пожалуй у нее со счетом вынут кстати говоря вот здесь прям совсем неудобно с ними сражаться будет ребята вы не хотите упасть так они выпадают я хочу сказать еще что здесь очень быстро перс поднимается по лестнице что очень удобно ну вот тут прям с ними сражаться не очень приятно ай-яй тихо есть один готов хорош немного заставляет так напрячь и знаете когда у тебя здоровье там надо блюху нет банок ники а еще один спину три удара сделать успеем может даже четвертый нашу теперь отлично есть нючок пораду меня на какая-то еще не знаю возможно одноразовые какие-то хилки по крайне вся еда она сразу у меня ассоциируется с лечением . я такой думаю что за черепки о с языками литучей мыши какие-то большие хватит с приличной дистанции такой лупит нифига себе блин запинали залезали я не знаю как назвать это это смерть а я как я далеко кто-то за границ там забыл вообще что сейчас понял здоровье все-таки стоит экономить здесь то по возможности если нет статуй где-то поблизости там у нас на была одна в центре в самом но туда отсюда я так просто не доберусь то надо как-то либо либо шорткат сыгря себе открыть вот здесь например да именно так вот теперь в принципе можно отправиться туда другой вопрос что а может быть я смогу совместно к летучим мышам попасть другой стороны просто отсюда пройтись а ну да окей а вдруг откроется такой наивняг я думаю что пока что не сможешь еще вау красиво открылась нет стоп я сдох серьезно а в смысле ладно или стоп нет это я это я заснул как пире у меня какой-то весь другое место другой мир душ сейчас звуки прям космические что-ли не знаю как писать так у меня есть что меч с собой забываю как-то бегать как-то ментально открываем ту же самую дверь или что подбинули так меня забавно теперь вперед по этому туману туманной дорожки этот раз надо немножечко теперь перевернутая да не вот вернулся нам и на нас но сейчас нас вернет к жизни так понимаю она как будто бы заточенная смотрите а мы как ее воплощение которое давить на в заточении пытается выбраться третье штучка краски тоже который сдерживают возможно что она как раз таки за этими вратами которые нас у нас есть основная задача их открыть будет мы сейчас пытались у нас нет ничего что видите вот эти все они закрыты заблокированы мне само себя ребят писать кто это и как-то все связано не надо у меня сразу предположение что может это как-то что мы воплощение этого существа здесь а может быть нет может быть ментальная связь такая есть но возможно что это финальная дверь которую нам надо будет открыть по итогам всего прохождения так давайте допустим пойдем в эту сторону к тем летучим мышам с языками мы еще вернемся я думаю успеем так тут есть какой-то ключик но у меня чинись к эта дверь подключал мне нет тот у меня вроде как патракасы так понимая давить хорошо не всегда получает сразу отходить потому что само собой есть такие определенные задержки после атаки не можешь свободно скажем почувствовать персонажа в любой момент времени и все по моему вражеской атаки все-таки некоторые прерываются из колодцев пока ничего мне не получается добыть а стоп кстати скорлупа есть нам нужно к летучим ушам вернуться в любом случае там же наше тело лежит я про него то не подумал это тоже надо либо как-то будет поджигать либо что-то еще такое я так понимаю возможно ли шарка откроет как-то либо проход вот сюда так давай тогда я вернусь все таки за своим телом там монетки были пока не знаю сколько не ценные но лучше не терять я думаю так это вот сюда плата это через секрет через секретные дебрики выбирался здесь есть такая небольшая дорожки есть сразу понятно что здесь что-то будет и дальше вот стой тихо-тихо-тихо-тихо-тихо не трогайте меня ребят у нас пара рекордки насколько долго и за мной будут гнаться прям до посинения или все таки остановится а ну ладно мы тут залезть и спрятаюсь отлично так этим два худора хватает так ну тут щитовики сейчас идут у кстати мы смотрите мы оглушаем причем не просто оглушаем наносим урон еще когда подбираем свою душу забавно готов так 3 я думаю что пока не буду трогать и не так нормально денег упадает есть есть хорош специально старался честно опережение просто вынести как можно быстрее чтоб они не шли за мной потому что у них реально даме стать очень высокая была так еще три ай как хорошо так мы теперь надо как-то еще есть чем черепки видеть они как а их еще можно топтать там толкать как забавно можно выкинуть можно спутать тех которые сейчас еще появятся о лол серьезно я ее немножечко подтолкнул в сторону скидывание интерес можно ли до конца с разгона если так спокойно вообще забавно для предмета нет такой невидимости на условный можно сталкивать так это какой-то большой стопы такого же видели как раз да да нифига он долбит успели снести так нет хотя бы до вам что защита до восстановить себе я предполагаю что ваша защита условная такая что ниже то хп ниже шкалы мне не отнимет за один удар так там я вижу сундучок есть дальше что еще очень много вот этих вот а вилок которая судьба все либо поджигать либо как-то с ними взаимодействие еще надо будет много приметов судьбу всего ребят я все-таки другие жанры дал бы в этой игре скорее всего это метро и 2 не игра на приключенческая такая или в грамме с элементами тридвании а вот краски кстати говоря этот посох который которым мы сможем поджигать судя по всему свеча такая три вопросика как раз наше оружие оставь так ага смотрите-ка у него есть заряды 16 зарядов и чё я себя дамажу так или мне показалось а ну рикошетит и может по нам попасть стол 4 понятнее пока не стало как и что с ними делать но это какой-то огненный жезл дальнее оружие заряжается она либо за костры а кстати учитывая что это огненный жезл вполне может быть такое что он реально разряжается у тебя в кострах сейчас не особо понятно мне как как с этим-то взаимодействовать что у меня других них то клавиш под посох вроде бы нет но от них она рикошетит причем прицелиться я тоже адеквата как-то не могу странно пока что я честно был уверен что мы сейчас можем поджигать их но нет либо я что-то пока что не понял что тоже вполне вероятно так сладенько довольствия я сюда схожу еще о тут прям тут прям метель тут прям метет ни хрена не видно я чувствую что я сейчас легко могу потеряться хотя если я потеряюсь в угустах на любой момент практически своим пуском себя за это самое забить он за 3 кажется все интересно будет вообще от камней тоже скорее сюда но дальнее оружие соответственно здесь было бы слишком кошерно наверное да поэтому сделаны краски заряды иначе я бы всех врагов рост издалека раскинул не имеет для себя какого-то большого риска ну либо она должна слабо даваться противовеса как вариант чисто в одну сторону можно идти стоп слишком слишком наивно выглядит это место явно здесь что-то можно может быть нет на нее он сильно не без сундука что ли даже ладно я был веришь на будет сундук я персту чем я так бегу-бегу-бегу а потом он иногда в один момент останавливается все равно сам причем чем кстати говоря в двери смерти тоже была такая локация снежная напомнила в нее так почитать что это такое колодец а в колодец монетки кидают судя по всему да и мы будем как-то за это прокачиваться наверное лазурное кольцо опасности золо перемены сосуд удачи колокольчик тишины это предметы 8 или аксессуары или реликвии там что-то еще показать справа сверху не знаю как написать но понятно то что монетки надо кидать в колодце а вопрос если говоря надо будет монетки кидать или валютные деньги я подумал про эту монетку именно или про золото имеется ввиду так а еще можно перейти страничку и посмотреть на помощь советы и подсказки храм три ключа а вот вы краски до 3 ключа которые надо собрать будет да все по всему по итогу разрушенный атолл какой-то храм нарисован строить 49 старое кладбище точка контрольная померла а контрольная . да да и она что может быть это значит что это пишет типа наш лисенок наверно может перевести некоторые слова и он как раз их переводит знаете в таком вот в именителем падеже скажем тогда в той вот максимально простой форме которую понимает и мы должны по отрывкам таким догадываться что это к чему то есть блин как-то это даже дать такой элемент погружения добавляет я бы сказал . контрольная померла типом задается просто типа какое-то слово связанное с этим рассуждает и вот краски эти места где мы сохраняемся забавно очень прикольно так получается такая книжечка собирается прям как-то визуализировано сделано мне нравится очень так но сюда мы пока что попасть и близко никак не можем возвращаемся обратно вот у нас есть какая-то темная гробница там вот краски под тем местом где я факел взял этот этот посох ну там надо как-то еще спуститься обход судя по всему да тоже а так я думаю что мы пойдем в сторону старого дома колодца колокольни и всякого такого правую часть карты скажем так сейчас целиком примерно так обошли плюс-минус сейчас мы идти в другую сторону вот смотри здесь тоже такая штука висе тоже тут меня которую надо какую-то поджечь блин ну это прямо вообще хрен попадешь честно может как-то не так надо потому что прицел никого а стоп она на другом я на другой высоте находится совершенно и она поджечь всегда откроется какой-то проход к этому к этому сундуку так было логично по крайней мере так стоп у меня бана кстати нет уже надо полечиться срочно где-нибудь тут у меня было что простите там я я помню это место не помню из-за чего там остановился а там был мост который не мог пройти да там надо было энергии проложить давайте вернемся на к началу центру где можно будет полечиться спокойно так что я тут такой через такие дебри тут иду проще дороги не нашел называется убегаем убегаем все теперь можно немножечко выдохнуть сейчас поля краски наш посох озаряется или нет да он заряжается именно так может быть мы могли бы поджечь вот такую штучку там где там где нужно было хотя я сомневаюсь все таки пусть и у нас не не рисуются поэтому вот тут любопытно что они не срезаны может что будет под ними причем все когда они только срезанные когда еще и есть вот так у них есть собственно свое тело своя физика они оказывают персонажа давление тоже не можешь сквозь них вот так чисто пробегать сразу же надо чтобы они сначала исчезли еще так есть краски от старой мельницы дальше такое допустим дальше пройдем юны полы что это это что-то мне купить предлагают или что смотри на меня так пожалуйста охренеть просто какой мураш покажи черта не возьми я более страшного варианта магазина жизни не видел по моему рада что в диксе вечером когда очень много народу и однако сработает капец это ребят магазин здешний то есть здесь предлагают товары которые я могу купить и судя по всему потому что я могу идти вправо влево тут товар будет соответственно постепенно добавляться еще ну черт меня возьми вот я у меня сразу мысли знаете там сразу какой-то босс или что-то такое еще может нет это просто милый торгаш ну какое криповое место вы еще знаете он еще так за тобой ходит следит как же не по себе но в принципе сигаря что-то штучек мы купили за 100 монет сколько кстати говоря покупаем одну нет три штуки купили на 100 монет то есть принципе тратить их регулярно можно идти где-то прям очень нужно это хорошо что мне раз когда расходники принес такие которые врать расходник но ты можешь принципе вы не экономить предпочитаю обычно полагаться чисто на игру без них мне трудно балансировать скажем так при использовании так там я вижу 1 сундук 2 сундук там еще сверху он был 3 и проход здесь есть еще там под водопадом будет еще тоже путь стоп вот смотрите буквально чуть-чуть на пиксель виднеется видите об сундук на искать или я думаю почему что-то специально так сделали что чуть-чуть кусочек сундука ты видишь через эту елку такие знаете много всяких необязательных далеко секреток но забавных приятно такое знаете немножечко насыщает игру небольшой чувство долгая каждый раз у тебя появляется когда-то открываешь нечто подобное у меня по крайней такое а мы же можем да кстати говоря по врагам не будет гораздо проще так стрелять потому что у меня есть таргет я могу по ним прицелиться а смотрите-ка нет все-таки с определенной дистанции у меня не собираются монет то есть они не автоматически притягиваются а с расстояние большого именно так ну вот способом уже поприятнее кстати говоря становится с надо рассчитывать чтобы ты что тебе хватало его заряда в том числе еще будем по красоте вообще разобрали так есть еще одна бумажечка какая-то это наш точка что показано вам кувырок какой-то вместе со щитом мигание мигали значит что мы будем делать какие-то незащищенность неустойчивость уронов больше а может урон по нам больше кстати может урон по нам больше становится не мой урон как я подумал изначально соответственно он не может славить слабенько защищается щитом будет отлетать это так наверное что в таком духе или как-то плохо уворачиваться уклонение момент безопасности входящий урон сто процентов да это по мне урон увеличивается почему решил что это мой урон повышается когда было свистнули я не знаю все понял ребят хотя мне привыкли на проект на всякий трек тоже блок блокировать ты можешь устойчивость у себя обычная особая техника присутствует когда у тебя в ностырь стимала ты уязвим урон по тебе входящий 150 процентов полтора раза повышается блокирует ты не можешь устойчивость низкая особая техника тоже минус то есть собственно сообщает тому что вносность это очень хорошо выносность надо много на за ним нас лизь всегда в таких играх это менеджмент стамин очень важно важный параметр важно умение вспоминаем курсу тоже и так далее дальше сокровища и инструменты меч ключи палка фрукта щит жгучий перец плющ вообще такая игра наверное знаете с элементами dark souls'а может отзаказать народа соусовских игр я не особо не шарю но меня на пусть мои не особо тянут просто потому что мне вот не визуальная стилистика не как-то что-то еще такое мне но не близко совершенно мне просто вот не доставлять не за не за такое удовольствие играть не что ли а вот здесь вот в такой стилистики такой милый приятной и ламповый прям вот кайф и она без такая здесь не душа тебе ничего но умирать если в случае будешь просто потому что вся в принципе вот ресурсы постепенно по хп заканчивается и так далее так сокровищ инструменты к так вот жгучий перец плющ бомба копилка есть приманка бомба бомба золотая монета а то есть это тоже расходники какие-то до копилка приманка тоже как то можно стоп копилка можете и надо разбить тогда волшебные предметы магии очки примерно перед пример перевод святой крест я кажется пример вперед караски да нашли все так он частично знает язык получается волшебное зелье . контрольная а смотрите волшебное зелье . контрольная он перевел ключевое какое-то слово до которое понял описание сам не понимает я . контрольная в описании означает то что зелье восстанавливается на этой точке как раз таки то есть ключевые такие слова тебе дают как это прикольно сделали то мне прям нравится про какие-то другие предмет он совершенно ничего не понимает так но мне интересно тогда это вот у нас копилка давить получается если я поставлю себе так и попробую разбить копилку а стой да она разбивается собственно я думал что кинуть в копилку в моба попробуйте на всякий случай вдруг типа это какой-то все-таки какая-то карната нет он берет разбивает копилку интересно есть смысл ее не разбивать как-то оставлять на потом типа не уверен честно говоря типа набирает ли она в себя что-нибудь такое или нет так давайте себе это на петарду эти поставим на третью клавишу такая получается забавная приключенческая милая метроидвания с часть элементами метроидвания с элементами рпг в том числе но вот вы знаете я не какой-то графоман что такое еще но насколько приятнее играть в игру в которой тебе просто вот эстетически она тебе близко и очень приятно который просто условно для глаз такая чисто и для ушей в общем-то тоже 1 2 3 не успел нифига себе он там заливает конечно да вот этот вообще опасный хватит мягкая инфреймов почти никаких нет вот здоровяк опасный прямо заливает так чтобы пробовать за доджи и после получения урона я почти сразу же могу получать урон может еще заметил успели вот до второго удара снести 100 монетки я не знаю они упали в будущее или я все собрал так вот здесь я вижу сундук будем чтоб другого прицелься не вторник не в того у меня прицел сфокусировался я на нем держал акцент есть тоже какая-то бумажка но до нее пока что не достать здесь какая-то дверь смотрите тоже таким же символом царя который у нас мы уже видели во первых такое во вторых такой же символ был на двери которая наверху карты где вы нашли боссах поп-стоп лесничка всяких туйничков я смотрю здесь достаточно много реально еще плюс понятка для колодца судьба всему это колокольчики может их надо в определенном порядке про протыкать об стопа это это гардероб мой или что у меня типа один скин какой то есть сейчас только ли что а здесь я могу посмотреть как он выглядит как раз эти няшка какое смещено перевес грунт грунт грозная милота да а как я вернуться теперь могу нет не знаю даже а вот да смотрите как вот это работает остальные не работают этому изначально цвет или нет был ты не уверен и поводить цветов гораздо больше чем дал типом красный синий фиолетовый когда съел беляж с вокзала дать зелененьким побегом я не знаю друг другие эти самые ширмочки не особо работали теперь мы зеленым зеленым листиком листом играем не за как-то перекраситься обратно потому что меня все времена другие цвета красила ладно допустим побегем так так вот это надо носить быстро быстро выносить а кстати мог бы друг друга бьют еще достаточно активно эти может вполне себе пользуются не а вы погодите я вижу там эту тушу это не какой-то босс но это прямо прямо сильный враг скажем так так тут что ты можешь сделать а о это ворота оказывается так кстати я думаю знаете что я думаю что можно поставить допустим все вот так порог монетку токио об реально кинули пал ничего я в смысле ничего а смотрите пишется сколько я вложил монеток может за счетчик оказывается давай сюда еще кидать блин вот смотрите такие реально момент сейчас тебе напрямую ничего не объясняют он находит записки всякие да и что-то переводит но в принципе ты из этого складывается у тебя пазл ты постепенно понимаешь что у тебя к чему как это подается очень так приятно все же сюда мы попасть не можем да я думаю что на этом он все ему завершать скорее все опять же я повторюсь у этой игры будет не особо большая аудитория зрителей на канале но все-таки те кому понравится я думаю отлично пройдут время тоже также почти не знаете для души очень приятно как иногда бывает расслабончик такой чисто отвлекаться без какого-то напряжения на этом на сегодня ребят мы будем заканчивать собственно такая вот игрушка пишет свое мнение свои мысли касаемо нее первое впечатление скажем так очень приятно ощущается визуально по звукам просто кайф советую ребят кому понравилось она например да вот именно такой чиловый чиловый подход посмотреть игрушка называется химна the silent melody ой у меня голосовой ассистент типа чуть-чуть ему какая-то фраза написалось я чё-то как-то чтобы не не самая не врубился на часах врубился включился ассистент короче ли голосовой что там послушал вот ребят собственно эта игрушка в стиме да а еще рекомендую вам посмотреть тогда в таком случае если вам зайдет например такой чиловый стиль что я допустим эту игрушку себе добавил желаемое но я не верю что она будет на канале потому что я думаю что мало кому нам будет интересно все таки она вот такого стиля просто мне это как-то очень напомнило и там тоже вот очень-очень приятное такое знаете музыкальное сопровождение там звук дождя и так далее но она такая что это вроде как да это рогалик при этом с крафтом и вот в такой вот стилистике просто ребят это от себя вот так скажу что такой мало известный проект но очень-очень любопытно так выглядит я просто один видосик буквально видел у варлака на канале меня очень так игрушка заинтересовала вот собственно нечто похожее у меня вот впечатление как раз таки создалось знаете такое настроение я бы сказал так а так ребят на сегодня на этом пока что все всем спасибо за просмотр надеюсь что вам понравилось пишите свои мысли касаемо игрушки как она вам надеюсь ребят что без спойлеров без бексита и прочего будем в комментариях обходиться дальше мне надо будет это объяснять скажем так регулярно все ребят в общем то подписывайтесь на канал я буду рад оставляйте комментарии оцените видео мне будет очень приятно тоже вступать на сайт дискорд если хотите пообщаться на канал все играем чтобы не потерял в случае чего но я желаю ребят всем хорошее настроение такого же дня всем удачи до встречи всех кусь кусь и всем пока пока удачи